Одесситы В очередной раз достучаться до коммунальных служб города удалось только при помощи телевидения, когда проблему одесситов показали в программе «Крик души». Сейчас мы откатаем, все, что сойдет сюда, мы уберем, потом наполняем машину чистой водой и пройдем всю полностью линию, все люки, все попробуем. Будет установлен насос и сегодняшний день насос будет работать. Или как здесь одесситка 8 лет вынуждена жить в вечном потопе. Все мокро, все в сырости, все в плесени и ничего поделать я не могу. Квартиру постоянно подтапливает. Сначала вода просачивалась за ванной, а теперь стекает со стен на кухне. Возле стенки за водома дренажа нет, ливневки никакой нет. Получается, все накапливание идет, течет со склона, плюс поливка. Получается, может быть, это одна из причин, которые затапливают мою комнату в ванную. За 8 лет обращений в разные инстанции причины подтопления так и не выяснили. Водоотвод делать тоже не стали. Вероятно, придется своими силами, как и тут. А ты какой день вы копаете уже сами? Второй день. Жители дома на Люздорской дороге 29Б в апреле провели целую неделю без воды и с неисправной канализацией. Жильцы самостоятельно принялись за раскопки, несмотря на зловоние. Я с работы отпросился, допустим, еще воду копать, потому что некоторые у нас сантехники белоручки. Трубы ржавые, гнилые. Пятый день без воды. Две недели назад каждый день приезжали, они чистили, чистили. Ну, дом 63-го года в аварийном ситуации. Канализацию надо полностью менять. И вот только сегодня, благодаря тому, что приехало телевидение, как-то жек зашевелился. Неужели коммунальщики в нашем городе способны выполнять свои обязанности только при свете телекамер? Тогда чем занимается Одесская мэрия?